В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. На Вайгаче продолжается строительство новых домов для расселения островитян из ветхого и аварийного жилья. Накануне на острове Вайгач побывала съемочная группа телеканала Север. Есть ли риск по срокам сдачи в эксплуатацию новых жилых домов на Ринмаре, проверили на месте представители исполнительной и законодательной власти региона. О включении специфичной для россиян профессии тюмработницы в общий классификатор профессии говорили на заседании экспертного совета приуполномоченным по правам человека в Ненинском округе. На Вайгаче продолжается строительство новых домов для расселения островитян из ветхого и аварийного жилья. Накануне в поселке Варных побывали представители органов правопорядка, а также законодательной и исполнительной власти. Делегацию возглавил губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. В ходе поездки также проинспектировали социальные объекты и провели встречу с населением. Алина Ваучейская расскажет подробнее. На календаре апрель, но ждать прихода настоящей весны в этих краях придется по всей видимости долго. Здесь сугробы по колено и ледяной шквалистый ветер. Оно и неудивительно. Поселок Варных расположен на священном острове Ненцев в Вайгаче, что в Баренцевом море. Но несмотря на то, что здесь суровые условия для жизни, люди остаются, работают и даже строят новые дома. Окруженные снежными стенами новостройки на Варнаке пока смотрятся немного незавершенными. Подрядчик как раз работает над внешней отделкой. Старт стройки нового жилья на Варнаке был дан в июле 2020-го, когда на остров завезли все необходимые материалы. Возвести дома в столь короткий срок удалось за счет современных технологий каркасного строительства. Из легкосплавных металлов каркас и заполнено вспененным полиэстиролом. Толщина 210 мм, что соответствует тепловым, ветровым и конструктивным нагрузкам согласно региону. Одноэтажные домики, всего их четыре, рассчитаны каждой на три семьи. Таким образом, в поселке будет ликвидирована очередь по расселению из аварийного жилья. Варнаки этого события ждут с нетерпением. Ждете новые дома? Конечно. Мы давно ждем. Ну, потому что, допустим, вот этот дом, мы живем там временно. Маленькие дети, нужно, чтобы было тепло. Строящиеся объекты проинспектировал глава Нинецкого округа Юрий Бездудный. К подрядчику возникли вопросы по отопительной системе. Как выяснилось, установленные сегодня топливные котлы не соответствуют техническому заданию заказчика. Угольная загрузка слишком низкая, поэтому принято решение о их замене. Надежда Леонидовна, по итогам этой поездки пригласите подрядчика и заключите с ним дополнительное соглашение. Заранее предупредите, что с таким котлом мы не примем этот дом на особый контроль. Как только установят новые котлы, подрядчик приступит к чистовой отделке. По условиям контракта сдать все четыре дома должны не позднее декабря 2021 года. Еще один новый объект в Варнике – модульный ФАП уже готов. Здесь есть все для комфортной работы медика. Кушетки, сухожировой шкаф и даже душевая. Установлены фильтры для очистки воды. Осталось лишь получить лицензию, и тогда прием пациентов будет вестись в чистом, современном, а главное – теплом помещении. Мы посмотрели старый ФАП, совсем убитый, и посмотрели новый ФЗП. Он уже оборудован всем необходимым, пройдет лицензирование, и летом этого года он тоже будет запущен. В целом для Варника это такой прорыв. Посмотрели баню, которую требует косметического ремонта. Понятно, что все равно все проблемы мы не решим в одночасье. Нужен хороший причал, здесь совершенно никакой интернет, нет мобильной связи. Но постепенно, постепенно, постепенно все эти вопросы будем решать. В завершении рабочей поездки на остров Вайгач представители власти провели встречу с населением. К слову, сегодня в Варнике проживают порядка 65 человек. В поселке функционирует дом культуры, магазин, баня и фельдшерский акушерский пункт. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», поселок Варнак, Ненецкий автономный округ. Есть ли риски по срокам сдачи в эксплуатацию новых жилых домов в Наринмаре, проверили на месте представители исполнительной и законодательной власти региона. Об итогах рабочей поездки в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Первым объектом был многоквартирный дом на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Сейчас там идут работы на фасаде. Внутри проводятся сантехнические работы. Внутри штукатурка на 90% сделана. Перегородки все есть, санузлы все самые. Сейчас занимаемся еще подачей тепла, пресс-тепла. Закрываемся и будем переходить на отделочную работу. На объекте работают 15 человек. В ближайшее время команда рабочих пополнится. Дом планируется к сдаче в августе текущего года. Следующий объект на 98% готов к сдаче. Это многоквартирный дом на пересечении улиц Полярная и Пырерка. На данный момент идут работы по внутренней отделке. Установка дверей, поклейка обоев. У нас все подключено. Уже заведено. Осталось в резкую. Тепло у нас есть. То есть вода, горячая, холодная вода, сколько надо будет врезать. Она уже в колодце покроется. Электричество заявку подали. Электричество тоже они должны дать. Очевидно, что этот объект более готов, чем тот, на котором мы были до этого. Здесь даже сырости нет. Дом рассчитан на 41 квартиру. По плану в июле все работы будут закончены. Следующий объект на 65 квартир. Это дом по улице Октябрьской. Чистим котлы газовые, потому что котлы здесь индивидуальные. Они практически всю зиму отработали. Необходимо съесть технического свидетельства еще раз. То есть кое-что заменить, снять, сняли в части отопления местами, потому что были моменты, зима была холодная, были моменты, что у нас там где-то она потекла. Поэтому сейчас эти вопросы... В испытании зимой дом выдержал. Слушайте, да, выдержал. Такие морозы были, испытание выдержало. Работало 65 котлов. За это время из строя вышло три котла. Но в процессе эксплуатации... Вы замените три котла. Мы заменили. Работы завершены практически на 100%. Новоселов ждут в мае. Далее ознакомились с готовностью многоквартирного дома по улице Авиаторов. Его планируют сдать до конца текущего года. Принять работы под следующий этап – под заливку, отделку стен. И переходим уже практически к чистовой отделке, готовим. Ставим перегородки, выравниваем стены, заливаем полы и кабельную продукцию все разбрасываем, уже закрываем все полностью. Важный социальный объект Яслисад на 60 мест. Здесь будет четыре группы – от года до двух лет и от двух до трех лет. В данный момент проводятся подготовительные работы. Мы вынесли все сети, которые мешали нам для разработки котлован. И завозим строительный материал. Планируем на следующей неделе уже приступить к возведению подземной части. Мы завезли уже весь материал еще по навигации. Остатки, которые у нас оставались, завезли по зимним грузинам. Материалами мы для возведения подземной части и надземной полосу. В завершении рабочей поездки по строительным объектам губернатор округа Юрий Бездудный поручил профильному департаменту контролировать исполнение работ по каждому объекту в сроке. Основная цель поездки по этим объектам была, во-первых, вывести строителя из 5, качки и дать импульс всем стройкам, всем строительным объектам. Совершенно понятно, что на сегодняшний момент эти стройки отстают от графика. И причины, которые называют строителями, наверное, объективны. Но для нас самое главное, чтобы наши жители как можно быстрее переехали в эти дамы. В такие дамы. Поэтому сегодня совместно с депутатами проехали по этим жилищным объектам, разобрали каждый объект, уточнили графики производства работ и будем очень жестко контролировать. Добавлю, все объекты планируют передать на баланс городской администрации уже в этом году. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». О включении специфичной для России профессии чумработницы в общий перечень профессий страны говорили на заседании экспертного совета приуполномоченным по правам человека в Ненинском округе. И не только. Далее подробности. Это была первая очная встреча экспертного сообщества приуполномоченным по правам человека с момента введения режима повышенной готовности в регионе в связи с пандемией коронавируса. Как отмечают уполномоченные в докладе о своей деятельности за 2020 год, пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни, внесла свои коррективы в работу с гражданами. Мы понимаем, что 2020 год внес коррективы в нашу жизнь. Мы понимаем, что стало развиваться цифровое разумное пространство. Мы перестроили свою работу как институт государственной правозащиты и сделали все максимально возможное от себя, для того, чтобы люди могли иметь доступ к защите своих прав, несмотря на такие очень сложные условия, на режим ограниченной деятельности всех государственных органов, органов местного субправления и должностных лиц. За помощью комбудсмена в 2020 году обратились 478 человек. Характерная особенность обращений – отстоять право на здоровье и жизнь. Складывались разные обстоятельства, когда заболевшие ковидом и те люди, которые не знали, как, допустим, войти даже в семью, к родственнику, должны были максимально получить в этом случае исчерпывающие консультации как с медиками, так с психологами, так с социальными работниками. И мы должны были объединить вокруг этого человека максимально всех людей, от которых зависела защита прав этого человека, от которых зависело благополучие и от которых было более человеку понятно, как действовать в этой ситуации. Среди других вопросов, с которыми обращались к уполномоченному жители Ненецкого автономного округа, касались жилищных проблем трудового законодательства сферы образования. В рамках заседания экспертного совета обсудили соблюдение прав коренных малочисленных народов севера в Ненецком автономном округе. В настоящее время в округе коренное население представлено ненцами численностью около 7,5 тысяч человек. Большая часть ненецкого населения занята в традиционной отрасли хозяйствования в оленеводстве. Более тысячи человек ведут кочевой и полукочевой образ жизни. Оленеводческую деятельность в округе осуществляют 25 хозяйств различных форм собственности. В оленеводстве занято 11 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов севера. В большинстве регионов с проживанием коренных народов оленеводство, как основная отрасль хозяйствования, урегулирована специальными законами об оленеводстве. В Ненецком автономном округе такой закон был принят в 2016 году. Государственная поддержка в оленеводстве направлена на сохранение оленеводства, увеличение объемов производства, первичной обработки и реализации продукции оленеводства, обеспечении сохранения и рационального использования оленей в пастбищ, социальную защиту оленеводов и членов их семей. Жители Тундры, все СПК Ненецком автономного округа получили право аренды земли на 49 лет. В настоящее время федерального закона о северном оленеводстве, комплексно объединившего бы весь пласт регионального законодательства и государственные программы по развитию оленеводства, нет. Поэтому экспертное сообщество выступает за принятие такого закона, как и за достойную оплату труда работникам отрасли. Сегодня в оленеводство приходят люди, которые не просто там 6-5 классов. Сегодня у нас в оленеводстве, я, наверное, для вас будет открытие, оленеводным работают люди с высшим образованием. А как можно дать ему какую-то квалификацию, зарплату от того, что он считается рабочим пятого разряда. Сегодня у нас чумработница имеет среднее специальное образование. Есть единичные случаи, но они имеют тоже высшее образование. Открытым остаётся вопрос по включению федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые и пенсионные права и гарантии профессии чумработница. В настоящее время в общероссийском классификаторе профессии не установлена профессия чумработницы. В ряде регионов чумработниц приравнивают к оленеводу третьего разряда. При выходе на пенсию женщине необходимо будет доказывать соотношение стажа с профессией в судебном порядке. Поэтому эксперты считают важным урегулировать данный вопрос. Признание чумработницы самостоятельной профессии подчеркнёт уважение к повседневному труду женщин тундры. Позволит мотивировать молодых девушек на выбор данной профессии и продолжение традиций коренных малочисленных народов Севера. Александр Литков, Антон Водряков, Телеканал «Север». Вот уже в 15-й раз сотрудники военных комиссариатов отмечают свой профессиональный праздник. Указ президента Российской Федерации был подписан в 2006 году. Торжество приугрочили к учреждению военкоматов 8 апреля 1918 года. Далее продолжит Елизавета Кабанова. В нашем округе история военного комиссариата началась в 1939 году. За более 80 лет деятельности в должности военных комиссаров был 21 офицер. Первый военный комиссар – старший политрук Сергей Ефимович Панов. В 1951 году на территории Нейнска автономного округа образуются три районных военных комиссариата, подчиняющие Нейнскому окружному военкомату. В период с 1954 по 1959 год они были сокращены, а военный комиссариат Национального округа был подчинен военкомиссариату Аркангельской области. С военных комиссариатов для новобранцев начинается армия. Рабочие органы Генерального штаба Вооружённых сил России отвечают не только за призыв и службу по контракту. В их задачи входят и другие функции. На самом деле военные комиссариаты занимаются огромнейшей работой. Это, прежде всего, конечно же, подготовка и проведение мобилизации. Второй момент – очень большой пласт – социальная защита населения, имеющая отношение к военной службе. То есть, либо когда проходят службы, либо проходят службы. Это и уволенные из военной службы, это и ветераны, и инвалиды. Категория огромная. В последние годы призывники охотнее идут в армию. Наших ребят в основном направляют на Северный флот, Воздушно-космические силы, а также в сухопутные войска Западного военного округа. В осенний призыв 2020 года на срочную службу было призвано более ста молодых людей. Ребята более охотно идут служить, чем раньше. По-видимому, это то, что сам облик и внутрь содержания Министерства обороны и вооружённых сил меняется. Меняются отношения к людям, меняются задачи. То есть, военная служба становится более привлекательной. Что касается контрактной службы, большинство ребят возвращаются домой. Но и желающих продолжить служить в армии также немало. Как поделился с нами Игорь Ибраев, даже без учёта тех, кто отправился в Росгвардию, задание уже перевыполнено. Ну а для тех, кто сначала хочет получить образование, а потом связать свою жизнь с военной службой, есть варианты поступления в специальные вузы. Кто поступает в военные вузы, соответственно, первый год у него срочная служба засчитывается. После первого курса с ним заключается контракт. Он становится военнослужащим по контракту. Получает денежное удовольствие, как военнослужащий, по контракту. Обучение длится пять лет. При успешной сдаче госэкзамена выпускнику присваивается звание лейтенанта. Подать документы для поступления в военный вуз можно уже сейчас. На все интересующие абитуриентов вопросы ответят в военкомате Ненецкого округа. Телеканал «Север» поздравляет всех сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». До конца года жители региона, получающие ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет, смогут подать заявление о перерасчете размера пособия. Напомню, с 1 апреля 2021 года в соответствии с указом президента России устанавливается трехступенчатая система определения размера данных выплат в зависимости от уровня дохода в семье. Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет было введено год назад как мера поддержки семьям с невысокими доходами в условиях пандемии и составляло половину прожиточного минимума, установленного в регионе. С 1 апреля 2021 года размер выплат может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Граждане, которые у нас получают выплату ежемесячную от 3 до 7 лет включительно, могут к нам обратиться как впервые, так и за перерасчетом этой выплаты с января этого года, либо с момента достижения ребенка в возрасте 3 года. На сегодняшний момент у нас поступило более 400 заявлений для перерасчета именно этой выплаты. Заявление у нас единое, нет такого, что отдельно для перерасчета или отдельно для назначения вновь этой выплаты. К заявлению нужно приложить документы, которые не могут быть запрошены в рамках межведомственного взаимодействия. Например, если алименты семья получает не через службу судебных приставов или стипендии. Если раньше дети после 18 лет у нас не брались в состав семьи, то сейчас дети с 18 до 23 лет учитываются в составе семьи, если ребенок обучается на очной форме обучения. И для этого необходим документ, подтверждающий, что ребенок обучается и получает или не получает стипендию. И если ребенок стипендию получает, то обязательно его стипендия за 12 месяцев, предшествующих 4 месяца, к месяцу подачи заявления. Кроме того, начиная с 1 апреля этого года, применяются обновленные критерии для назначения выплат. Кроме анализа доходов, теперь будет учитываться и имущество семьи. Помимо сведений о доходах, мы сейчас запрашиваем еще сведения в Росреестр на наличие недвижимости, потому что ужесточились критерии отбора имущих семей. Теперь помимо доходов учитываются земельные участки, дома, квартиры, транспортные средства. То есть все эти запросы межведомственные мы выполняем также самостоятельно. Заявление о перерасчете выплат можно написать в отделении социальной защиты населения лично, почтовым отправлением, через портал госуслуг или МФЦ. В связи с утверждением новых правил в регионе начала работу «Горячая линия». Все вопросы, связанные с назначением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, можно задать специалистам отделения социальной защиты населения по телефону 4-19-86. «Горячая линия» работает в будние дни с 8.30 до 17.30. Александр Литков, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.